Всем большой привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист и вы попали на мой канал YouTube. В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими находками на сезон весна и лето. И это будут очень интересные вещи, потому что это будут вещи, доступные по цене, но на мой взгляд, очень достойного дизайна и качества. И если вам интересно посмотреть, что я на себя классного нашла и что я могу рекомендовать вам, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. В своей работе как стилист я часто сталкиваюсь с пожеланием клиента обновить гардероб за приемлемую сумму денег, чтобы это не встало в копеечку, как говорится, чтобы это сильно не ударило по бюджету. И это сделать непросто. Нужно искать магазины, которые позволят вам найти то самое сочетание цена-качество, а если мы говорим о вещах, то это еще и визуальная составляющая, то есть дизайн, цена и качество. Сразу три момента должны совпасть. И в этом видео я покажу вам вещи, которые на мой личный субъективный взгляд, но достаточно большой у меня опыт в выборе и работе с вещами, отвечают всем трем запросам. Я уже довольно давно знакома заочно с брендом Бонпри, они достаточно долгое время уже представлены в России и у меня появилась возможность посмотреть их вещи в реальности вживую. И вы знаете, честно скажу, что реальность, она абсолютно оправдала мои ожидания. Но обо всем по порядку, давайте расскажу, какие вещи я для себя выбрала и почему я осталась ими довольна. Прежде всего я искала вещи для дома, наверное, это понятно и очевидно сейчас, потому что абсолютное большинство своего времени, 99,9% я провожу дома. И мне хочется выглядеть, ну может быть не каждый день по-разному, но очень часто менять свои домашние наряды, потому что мне это поднимает настроение. И в целом я чувствую себя как-то свежее, что ли, сама себе больше нравлюсь. Поэтому я посмотрела какую-то такую домашнюю уютную базу, в чем мне было бы комфортно, но при этом я бы чувствовала себя все равно стильно, даже находясь дома. Я взяла себе набор футболок, вообще я хотела просто буквально одну футболку, но так вышло, что целый набор футболок стоил совершенно небольшие деньги, на мой взгляд. Все цены я буду подписывать на экране, размер, который я себе выбрала тоже, но я буду еще комментировать, что как села, и ссылки на все вещи вы можете найти в инфобоксе, как и всегда. Я заказала комплект из футболок, здесь у меня одна, но их в наборе было 5, я взяла с вот таким достаточно глубоким V-вырезом, и я взяла ее очень свободно. Здесь европейские размеры, так вот я взяла европейский 40-42. Честно, я немножко борщинула, я буду показывать вам все вещи на себе, как они сели. Вот если вы мои комплекции, а мои параметры тоже есть в инфобоксе внизу под видео, то можно взять на размерчик меньше, если вы хотите, чтобы она сидела свободно. Я не буду менять свои футболки, мне они нравятся и так, я признаюсь честно, я уже их ношу дома. Это 100% хлопок, комфортный материал, достаточно плотный, не просвечивает, она удлиненная, то есть вы можете при желании носить ее как на выпуск дома, например, если вам так комфортно, так и заправлять немножко спереди или полностью спереди ваш низ, и, соответственно, делать небольшой напуск, это выглядит расслабленно, но собрано. Вот такой вот хороший баланс получается. У меня здесь белый цвет, мне очень нравится еще из этого комплекта нежно-голубой ее я уже ношу, красивый такой персиковый и коралловый. Очень красивый оттенок, вы можете посмотреть посадку на мне, и, собственно говоря, я хотела обновить низ тоже для дома. Мне хотелось взять что-нибудь такое уютное на тот случай, на то время, когда уже отключат у нас отопление, и, в принципе, бывает летом, ну и весной, и в начале осени, иногда прохладно, а зимой так вообще. Собственно, я хотела взять себе леггинсы, потому что мои у меня уже довольно давно, и они у меня одни, им нужна какая-то замена. Я всегда этому учу, что если у вас есть вещи в вашем гардеробе, которые вы носите часто, не бойтесь покупать им каких-то дублеров, это будет оправданно. Я взяла две пары леггинсов, одни просто черные, плотный трикотаж, они не просвечивают, очень лаконичные, не слишком стягивают вас, то есть не сковывают, нигде ничего не передавливают, и, соответственно, именно с ними я комбинирую, допустим, футболку, которую я вам только что показывала. И вторая пара леггинсов, которая у меня идет, они шли комплектом вот такого довольно темного серого цвета, цвет мокрого асфальта, тоже классный базовый цвет, тоже стильный, и очень круто. Леггинсы смотрятся с объемными верхами, а это то, что я люблю, вот, собственно, с расслабленной футболкой или какой-нибудь кардиганчик, а именно, вот такой вот прекрасный белый кардиган я выбрала себе. Мне он, честно, очень-очень нравится, вы могли видеть его на мне в инстаграм, я просто его тоже уже примеряла и носила дома, я чувствую себя в таких вещах супер уютно. Но, на самом деле, этот кардиган, когда все закончится и можно будет гулять, я планирую носить не только дома, он прекрасно выглядит, очень стильно сидит, это 50% хлопка, что я люблю, и 50% акрила, но он не скрипучий. Если честно, если бы я не посмотрела состав, я бы подумала, что это 100% хлопок, он очень-очень приятный к телу, и мне в нем было не жарко дома. Единственное, у него есть на боках вот такие вот шнурочки, завязочки, они меня не сильно смущают, то есть они не портят эту вещь, но лично для меня они лишние, и я думаю, что я их аккуратненько постараюсь убрать. И вот тогда он меня будет устраивать просто на 200%, крутой кардиган, очень стильно смотрится, классно это выглядит, например, с черными леггинсами как раз-таки, какой-нибудь черной майкой или белой майкой, или можно взять что-то яркое, например, коралловую, и сверху вот такой кардиган. Дома прям, ну, я себя чувствую очень хорошо. Далее, в противовес такому расслабленному кэжуал и домашней одежде, я захотела обновить, скажем так, более элегантную и собранную часть своего гардероба, и посмотреть себе что-нибудь на выход, когда, наконец-то, я смогу куда-нибудь выходить дальше 100 метров от дома, что я себе взяла. Я, ну, если вы меня смотрите давно, то можете знать, замечать, что я очень люблю рубашки, я большой фанат и белых классических рубашек в мужском стиле, и голубых, и всяких разных, и блуз в рубашечном стиле, и тому подобное. И я выбрала для себя, освежить решила свой рубашечный гардероб, простую лаконичную белую рубашку. Нужно учитывать, что эта рубашка женская, и она скроена по, скажем так, женским стандартам, то есть у нее есть выточки по талии сзади, и есть выточки на грудные спереди, это тоже 100% хлопок. Я не люблю, когда подобные рубашки сидят в обтяг, для меня это что-то очень, ну, во-первых, устаревшая посадка, во-вторых, сковывающая, неуютная, тесная, некомфортная. Я люблю, когда рубашка сидит, повторюсь, как с мужского плеча. Это выглядит стильно, это выглядит сексуально, это выглядит современно, женственно, в общем, это то, что нужно, лично для меня, мой вкус. И, соответственно, чтобы эта рубашка села как мне надо, я взяла ее тоже больше по размеру, у меня европейский 40, хотя стандартно, если бы я брала вещь, чтобы она села на меня по размеру, я бы брала 34 край 36 европейский. Ну, а здесь 40, даже не 38, и благодаря этому она сидит свободно. Рубашка эта мне нравится, у нее, кстати, очень интересно оформлены манжеты, не знаю, видно вам отсюда или нет, но я покажу ближе. Они идут как бы с таким нахлестом, с защипом, в общем, смотрится, это классно, интересная деталь, небольшая, но интересная. Я люблю у рубашек приподнимать рукава, но даже если захочу носить с опущенным, то будет вот такая изюминка у нее. Еще одну вещь вы можете видеть на мне, и я просто без ума, это жакет в красивейшем розовом пыльном цвете. Он немножко, наверное, для меня, для моего колорита тепловат. Хотя сейчас вот я смотрю в видоискатель камеры, и, в принципе, я вижу, что все достаточно гармонично в моем внешнем виде. Но если вы девушка весна, условно, да, ваш колорит внешности более теплый, то вообще не задумывайтесь, он реально классный, у него светлые пуговицы, у него не очень длинная посадка, имейте это в виду. Главное, чтобы конец пиджака, этого жакета, его пола не приходилось на вашу самую широкую точку бедра. Иначе, если у вас бедра, например, достаточно тяжелые, полные, вас это будет еще больше расширять и полнить. О таких всяких секретах и лайфхаках я очень подробно буду рассказывать на своем курсе по личному стилю, он стартует совсем скоро. Если вы хотите научиться одеваться, сами себя одевать классно, то присоединяйтесь, ссылка на регистрацию снизу под видео. Продолжая с этим пиджаком, я могу сказать, что я им полностью довольна. Он из вискозы, по-моему, большая часть по составу и немножко есть синтетического волокна, но он нереально приятный на ощупь. Я, если честно, думала, что это хлопок, опять же, потому что здесь абсолютно не чувствуется никакая синтетика. Сейчас стою, жамкую его полы, замечательно, у него светлые пуговицы, по-моему, я уже сказала, прорезные карманы. Это тоже интересная деталь для тех, кто не хочет утяжелять бедра. Если есть накладные клапаны карманов, это акцентирует на них внимание и бедра выглядят чуть-чуть тяжелее, имейте это в виду. И также к этому комплекту рубашка плюс пиджак, хотя, естественно, и пиджак, и рубашку мы можем носить отдельно, со всеми практически вещами, которые уже есть у вас в гардеробе, с джинсами, например, с футболками, с футболками, которые я заказала чуть раньше вам показывала, я тоже могу надеть этот пиджак. Но, тем не менее, к нему, к этому образу я захотела выбрать какие-нибудь брючки. И нашла вариант в сером цвете, я заказала две пары, потому что я не знала, какие мне больше понравятся и лучше на меня сядут. В итоге сели обе, поэтому буду носить по-разному. Первый, который я вам сейчас покажу, это прям очень и очень достойная пара брюк, особенно если вы работаете в офисе, они со стрелками, у них есть отвороты по низу брючины, они застрочены, не будут у вас откатываться обратно, соответственно, это все будет держаться. Здесь в составе есть шерсть, это премиум линейка Бонпри, и у них, как у настоящих брюк, добротно сделанных, есть подкладка до, примерно, колена. Такие элементы говорят о том, что вещь действительно скроена, сделана очень качественно, потому что обычно в женских брюках, в масс-маркете подкладку, ну, практически нереально нигде найти. А это делает вещь намного более практичной, у вас меньше, извините, просвечивает белье нижнее. И так далее. Обычно вообще в мужском гардеробе есть подобный элемент, в женском действительно встречается редко. Прорезные карманы аккуратные. Но вот я взяла себе размер 36 здесь, и, честно говоря, возможно, на меня бы село 34. 36 чуть-чуть все-таки свободные, мне нужно будет их брать под ремень, но, тем не менее, все равно смотрятся они здорово. И второй вариант брюк, которые я брала как альтернативу, они уже другие по настроению. Это больше все-таки casual, потому что это тоже серые брюки, но они сделаны следующим образом. Опять же, у них тоже брючина идет с отворотом, он тоже зашит, застрочен, но материал здесь это хлопок с сольном. Если там это была костюмная такая шерсть, то здесь другой совершенно материал, он более расслабленный, он более такой органический, вот эта вот тематика натуральности, экологичности. Здесь сзади у нас идет резиночка, и спереди они завязываются на шнурок. У них тоже есть карманы классные, их можно носить и с кедами. Кстати, предыдущие брюки тоже будут хорошо смотреться с кедами. В общем-то, и та, и другая пара брюк абсолютно прекрасные, взаимозаменяемые, просто они создают немножко разное настроение в образе. Предыдущая пара более элегантная, собранная, может быть, офисная для кого-то, но для меня нет, я просто люблю такой стиль, а эти более расслабленные. Кстати говоря, о кедах, у Бонпри есть и обувь тоже, я взяла себе там вот такие вот классические белые кеды с серебристым задником, абсолютно лаконичные. У них еще на шнурках есть тоже такая серебряная нитка, это вот, соответственно, гармонично смотрится с задником. Ну, я люблю белые кеды, у меня их сейчас две пары, я ношу их часто, если прохладная погода, поэтому подобная замена абсолютно не помешает. Тоже ссылочку на них оставлю для вас в инфобоксе. Ну, и, конечно, я хотела заказать что-то летнее женственное девичье, я зашла в раздел с платьями. На самом деле, мне там понравилось достаточно много позиций, но некоторых не было, к сожалению, в моем размере. Но там есть очень красивые платья. Что я выбрала себе? Вот это платье, которое я вам сейчас покажу, это мой абсолютный фаворит из этого заказа. Ну, вот помимо пиджака, пиджак просто вообще мой фаворит. Оно из хлопка с ольном тоже, великолепного, мятного, пастельного цвета. Мне нравится фактура ткани. Она, опять же, как у предыдущих серых брюк, рельефная, немножко грубоватая, неравномерная, ну вот как у льна. И мне это очень нравится. У него немножечко такой ретро-стиль за счет крупных достаточно пуговиц, за счет вот этого запаха, пояска. Но мне тоже нравится такая история. Мне нравится примерять на себя подобные образы, создавать такое настроение. У платья достаточно длинный рукав. Он примерно закрывает мне локоть, но мне нравится надевать это платье, подкатывая рукава на два оборота. Тогда смотрится прям здорово. Тогда рука чуть больше открывается, силуэт кажется более хрупким, более женственным. Ну вот прям самое то, что нужно, потому что если рукав оставить как он есть, кажется немножко массивным. А вот с подкатанным смотрится замечательно. Мне очень нравится это платье. Я еще взяла на сайте Бомпри вот такие вот нюдовые туфельки. Абсолютная классика. Они вообще подо все подойдут. Мне захотелось как раз с платьями их примерить, посмотреть. У них лаковая фактура и красивый нюдовый цвет, который в общем-то совпадает на данный момент с цветом моей бледной кожи, поэтому смотрится хорошо. Но также с этим платьем можно надеть и белые какие-нибудь туфельки, или босоножки, или даже шлепки. И вообще я бы в нем и в отпуск поехала, и в городе его с удовольствием буду носить. Классное платье. И еще одно платье, которое я для себя выбрала. Мне очень понравился его принт. Собственно, за принт в первую очередь я его и выбрала. Это вот такая вот нежность. Чем-то напоминает этот принт кжель, возможно. Длинное платье. Платье в пол, вы на мне его увидите. С поясом по талии, в несколько ярусов сшитое. Оно не просвечивает. Ну, вроде бы, насколько я это вижу на себе. И у него интересная пройма. Оно достаточно сверху открытое. Я по поводу принта начала говорить, что чем-то он мне напоминает роспись кжель, а чем-то напоминает принты, которые были в весенне-летней коллекции Диор. Это очень нежно выглядит. Это классно, по-летнему, свежо. Мне такой цвет подходит. Оттенок голубого. Меня он освежает. Ну, и опять же, белую лица он, в принципе, освежает всех. Хорошее платье. Очень хочется в нем куда-нибудь на море. Но будем носить в городе. Опять же, и с нюдовыми туфлями прекрасно будет смотреться. Здесь у меня еще пока что технические петельки. Я их не отрезала. Но, естественно, обязательно это сделаю перед тем, как выйду в этом платье куда-нибудь из дома. Потому что, девочки, если есть технические петельки, их нужно отрезать. Иначе потом они могут в самый неподходящий момент сами выскочить и испортить ваш образ. Так вот, это платье я буду с удовольствием носить в городе и с нюдовыми босоножками, и с какими-нибудь сандалиями на плоском ходу, и с туфельками Китон Хилл. Например, если наверх на него набросить какой-нибудь еще жакет, то вполне можно и закрытую обувь, то есть для более какой-то прохладной погоды. Ну что, это все мои обновки. Мой выбор на сегодня из ассортимента магазина Бонпри. И, девочки, напишите в комментариях, как вам, есть ли вещи, которые вам понравились, которые вы тоже хотели бы примерить на себя и, может быть, оставить в своем гардеробе. Мне будет интересно почитать, совпадают ли наши вкусы. Признаюсь честно, я выбирала достаточно долго, скурпулезно, но мне хотелось найти что-то интересное в этом ценовом сегменте и показать вам, что обновление гардероба даже достаточно масштабное, то есть купить себе несколько новых вещей, ни одну, ни две, оно может существовать. И это не обязательно будут какие-то условно там устаревшие вещи или неудачного кроя, нет. Можно найти хорошие вещи за абсолютно приемлемые деньги. Я это сделала и рекомендую вам присоединиться и с удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся с вами совсем скоро в следующих видео. Чтобы их не пропустить, обязательно подписывайтесь на мой канал, будет много интересного о моде, стиле и не только. Я желаю вам отличного настроения, берегите себя, будьте здоровы, пока!